А команда Печорской организации инвалидов вернулась в соревнования сразу по нескольким видам спорта – плавание, стрельба и лыжные гонки. Эти соревнования входят в зачет республиканской спартакиады людей с инвалидностью. Стартует она в сентябре и продолжается весь год. В команде Печорских лыжников на этот раз было два новичка. Но и они в своих категориях смогли завоевать награды. Золото у Людмилы Неродовской и Ольги Лисенюк, бронза у Вадима Запасова и Иды Росель. По плаванию Николай Артамошин заработал третье место. Я, Белоликов Роман, второе место заработал. Светлана Наговицына второе место заработала. И у нас выступала еще Неродовская Люда. Она получила первое место. Нас объединили по плаванию и по стрельбе. То есть друг за другом шли соревнования. Мы с 8 по 9 должно были. То есть 8 числа по плаванию и 9 уже по стрельбе. Понимаете, вот это для нас, конечно, людей с ограниченными возможностями. Два соревнования очень тяжело. Тем более они такие насыщенные, можно сказать. Ну что нужно для них вложить силу. И тем более, что мы сами тренируемся. Вот Усинск, там у них есть тренер, который занимается. Они ходят. Там три бассейна усилены. Ну, слава Богу, у нас тоже уже новый бассейн открыли. А то мы сами занимались в 10 школе. Теперь уже можем и здесь, что вот в среду еще дополнительно и за свои деньги по льготе ходить. И в 10 школу ходим. Тоже у нас день там дается для спортсменов именно. И мы сами молодцы. Вот просто любим даже бассейн. Не из-за того, что там у нас соревнования. А я вот, допустим, водная стихия. Мне бассейн, водные эти вот два раза в неделю сходить. Это просто бальзам на сердце. Состав команды стрелков в этом сезоне тоже новый. Отметим, что стрельба – это, пожалуй, единственный вид спорта, по которому у печорской команды есть свой тренер. Кстати, специально на соревнования повезли и свое ружье. Для того, чтобы показать хорошие результаты. Винтовки, которые относятся к организации в Сыктывкаре, там ведь что достанется, из того и будешь стрелять. А здесь специально покупалось. У нас есть Владимир Васильев. Он занимается стрельбой. Он специально готовил ребят. Он специально приглашал в ТИР. Работали, занимались. Таким образом они добились хорошего результата. Следующие соревнования, входящие в зачет спартакиады, состоятся в мае. Игра «Боча». О ней мало кто знает, однако Печорская организация инвалидов уже принимала участие в подобных состязаниях. «Боча» — это игра на поле длиной 20 метров и шириной 5 метров. Задача заключается в том, что двое участников соревнуются. У одного красные шары, у другого синий. Есть маленький один биток. То есть это почти такой полубоулинг, полубиллиард, только на поле. В том году мы ездили и видели разных участников. И колясочники играют неординарно, и глухонемые играют по-своему. Кто-то бросает близко, кто-то далеко. Кто-то стремится специально сделать так, чтобы было труднее играть сопернику. Сам уже, как говорится, набил руку на этом. То есть до мая Печорской команде надо придумать свою тактику. Соперники будут серьезные. Продолжение следует...